коллеги всем добрый день заработалась и и плохо глушат наверное американцы глушат но мы продолжаем работать давайте мы значит что сегодня я хотел бы вам сказать у нас сегодня будет два занятия две части первую часть буду вести я значит я хотел бы немножко рассказать вам о принцип цилиндра и про вот эти вещи что что последние были изменения то есть мы как бы правила с вами прошли но более детально точечно принцип цилиндра игра руками вот блокировка столкновение фол нападение то есть вот как ненужные контакты легкие контакты и попытаюсь вам немножко с вами поговорить о почему вам кажется что это фолл или вам кажется что это не фолл игрок правильно играл защите то есть мы попытаемся наверное в размере одного занятия вот нас полтора часа вот вторая часть там сергей санч будет тему ведения там что-то связано с техникой баскетбола вот но он уже выйдет у нас получается 5 35 40 вот а первую часть эту и могу вам сказать у меня хорошо слышно хорошо 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 вы если какие-то вопросы будут вы обязательно пишите пишите чтобы я мог как бы в любом случае дома ответить на вопросы или вы там включите микрофон задайте вопрос то есть так чтобы это было все корректно ну то есть какой-то небольшой паузе если кому-то что-то не ясно после какого-то слайда могу сказать что сегодняшнюю тему то что мы с вами будем говорить я хотел бы так и учителям которые не профильные которые не имеют допустим баскетбольного образования имеют там спортивное образование но баскетбол по долгу службы своей любят и как бы развивают ну я думаю я встречал очень много людей и самое главное что нет не из игровиков а например и гимнастов и лыжников и борцов которые выставляли очень приличные команды школьников и лучших игроков даже давали там там федеральные сборные там и дать даже спортивная класса ну то есть это это так так везде то есть как бы получается что баскетбол довольно интересный гармоничный вид спорта и он привлекает но вот видите тема к тупой тему которую я хотел сегодня вам сказать рассказать и изложить этот цилиндр правильная защитная позиция и конечно я не буду опускаться на уровень школьных соревнований попытаюсь вас поднять на уровень уровень наших требований требует не то что требование российской федерации баскетбола а требований правил и соответственно как бы рассказать как это трактуется как мы на это смотрим как это правильно нужно фиксировать или не фиксировать и чтобы у вас было вообще представление самое важное что вы должны понимать что по факту прослушав вот этот курс лекции вот уже нас получается второй поток и мы параллельно еще ведем сейчас по россии энерго там где 12 городов и 12 спортивных клубов есть где там баскетбол культивируется плюс еще региональные представители у нас просят проводим лекции то есть практически каждую неделю по четыре лекции по три часа то есть довольно такой большой блок вот проблема она существует и очень актуально многие и профессиональные тренеры этих многих вещей не понимают и и даже прослушав сегодняшнюю лекцию вы увидите что придя в зал на какие-то соревнования что судьи которые суют школьные соревнования они многие вещи эти тоже плохо знают и плохо понимают и получается вся самая большая проблема что отучившись пройдя судейские курсы падя пройдя вот эти курсы переподготовки прослушав лекции про баскетбол там про технику тактику и судейские вопросы человек встречается с иногда непрофессиональным отношением поскольку коллеги у кого-то включен микрофон и слышно его вот баскетболу и к судейству и конечно вот это наша самая большая головная боль мы работаем в регионах и это тяжело поменять сразу но в любом случае чем больше будет более образованных и толерантных людей которые могут что такое образованный человек тот который может где-то разобраться судья это делает специально или например судья просто это правило не знает вообще это правило люди трактуют правильно или нет поэтому в любом случае мы сами постоянно находимся в диалоге с международной федерации и могу вам какие-то вещи просто проинтерпретировать потому что о цилиндру про правильную защитную позицию фиба международная федерация обращалась в этом году неоднократно и поэтому я вам вот все что есть вам расскажу на видео покажу фибовские клипы покажу где четко показано и соответственно наши российские клипы что вы увидели наших игроков кого-то может быть вы знаете но сразу у нас будет цилиндр сегодня контакт игра защитника то есть сегодня фиба если раньше мы брали цилиндр это только был защитник без мяча кто помнит это такой игрок который стоит ноги немножечко шире плеч вот он стоит защитной стойки руки в локтях согнутые поднятые вверх теперь фиба предложила также если ничего не сказано в правилах про нападающего и нападающего с мячом предложила цилиндр для игрока нападения с мячом и без мяча потому что правилах ничего об этом не говорится сразу расскажу почему это было сделано это было сделано связи с тем что сегодня вы знаете вообще вся баскетбол это все время одна из команд хочет победить своего соперника победить любыми путями кто-то думает что кто-то обманом не обманом но слово финт слово обманное движение сопряжено с какими-то вещами хитростями и уловками вот в правилах в технике в исполнении в персональном мастерстве поэтому когда мы говорим вот про эти вещи на сегодняшний момент игроки нападения стали больше имитировать и инициировать фолов и судьи не всегда правильно могут их трактовать что такое имитировать они слышали наверное слово фейк или флоп это когда игрок или нападение или защиты от легкого касания его даже не коснулись а он падает навзничка будто его ударили теперь другая ситуация что игрок нападение сам врезается в игрока на первом шаге и имитирую что защитник его оттолкнул и он падает и впадение пытается бросить то есть очень много моментов когда нужно четко определить правильно ли играл защитник это мы с вами будем говорить это было всегда а теперь надо мы должны оценить если правильно играл защитник что же тогда кто же виновник столкновения не бывает такого что два человека лбами столкнулись и ни одного виновного нет и ни одного виновного нет поэтому фиба предложила вот такой момент принцип цилиндра игрока с мячом и игрока без мяча я думаю что многие из вас я так немножечко отвлекусь сразу по факту такие практические советы которые у меня каждый раз каждую ночь присылают клипа приходится вот с утра разбирать почту и и трактовать многие моменты нашим профессиональным нашим судьям и комиссаром вспоминать эти вещи которые были прописаны они может быть это где-то ушли из памяти бывает игрок в последний момент овладевает мечом и происходит столкновение и два игрока упали и все не могут сказать кто виновник столкновения так вот одна из таких четких разграничений в правилах фиба есть что игрок который овладел мечом он становится игроком нападение тут не надо даже трактовать правила что если у меня есть мяч то я команда которая контролирует мяч а если игрок без мяча то теперь играя в защите он должен занять правильную защитную позицию без контакта а если он врезается в меня кто будет отвечать за контакт тот игрок который оказался без мяча поэтому столкновение когда один игрок овладевает мячом уже его имеет без контакта а потом происходит контакт то чаще всего виновный будет тот игрок который был без мяча он должен занять правильную защитную позицию а если он врезается в игрока сми уже с мячом соответственно это будет уже фол защитник но бывает другая ситуация что два игрока сталкиваются а потом кто-то вызывает мячом это уже другая история тут нужно уже смотреть конкретно по видео и разбирать конкретную ситуацию то есть мы теперь сами проговорили что фиба предложила в этом году принцип цилиндра то что было раньше ничего не поменялось для защитника а также для нападающего с мячом или без мяча и вот было очень много споров игроки особенно тренеры техническое мастерство если вы знаете такой принцип ловушки вот про про цилиндр я вам я расскажу немножко позже и покажу что в марте месяце фиба предложила принцип цилиндра и только в июне месяце на прислала диаграмму где нарисовала вот этого игрока держащего мяч и его цилиндр то есть обрисовала дальше мы коснемся правильно правильной защитной стойки тоже очень очень важная позиция это фундамент фундамент мы должны с вами я вам теорию скажу ясно самое тяжелое это применить на школьниках но я помню когда и сам работал тренером и играл четко у нас была установка что в самом начале фундамент закладывается через правильную защитную позицию правильную защитную стойку баскетбол играют ногами и головой никто руками не лезет только полез игрок руками значит его ноги не работают и соответственно уже игрока обыгрывают сейчас сплошь и рядом мы смотрим что наши игроки защитники что в сборной что и в этих школьных командах и спортивных командах про правильную защитную позицию только имеют какое-то представление и есть другая хорошая такое выражение что пытаться сыграть защите это не значит правильно защитная стойка если я пытаюсь играть защите кого-то догоняю и начинаю там подстраиваться то это не является то что я играл защите правильная защитная позиция когда я стою лицом перед оппонентом две ноги на площадке грудь в грудь и осмотрю на своего оппонента тогда я рассматриваю игрок который играет защите все что я параллельно бегу за догоняю игрока пытаюсь подставиться это все является неправильная защитная позиция если мы говорим про правильную защитную позицию я вам сразу покажу строки из правил где вы можете это посмотреть следующий куб чего мы коснемся это неправильная игра руками то есть сразу вспоминайте нападающий с мечом и его где опекает защитник часто защитник держит руками или касается руками вопрос зачем защитник касается нападающего которого он реально видит в метре от него руками все начинают мне тренеры тренеры команды защите год но уже ничего не делает нет он делает он сохраняет это одну и ту же дистанцию игрок до игрока нападения и не дает себя обыграть то есть очень тяжело всегда стартануть с места а используя этот легкий контакт я всегда себя имею четкую дистанцию то есть я всегда знаю где мой игрок я всегда успею сместиться когда он начнет двигаться и всегда для судейства проблема что после легких вот этих комариных укусов вот этих легких касаний игрок нападение просто своей рукой как косой сбивает эту эти руки защитника и суде конечно фиксируют то что более наглядно там где кровь вот эти вещи нужно всегда четко понимать что неправильно игра руками присутствует здесь очень хорошо используются превентивное судейство я думаю что многие вы слышали опытные судьи всегда во время игры это прокрикивают или там говорят или во время таймаута или аута предупреждают игрока не играя руками не держи игрока руками в правилах написано последовательное касание игрока руками является неправильным контактом а неправильный контакт это у нас является фону теперь следующий блок у нас будет это блокировка столкновения блокировка это у нас защита делает да когда ставят как блокирует игрока и также при неправильных заслона когда ставят игроки нападения неправильный заслон блокирует игрока по столкновение значит это у нас игра как и команда контролирующий мяч команда нападения сталкивается с игроком защиты это может с мячом игрок нападение столкнуться также без мяча основные позиции здесь при столкновении чтобы фону падения был нужно чтобы защитник правильно играл защите мы это проговорим он был вместе контакта был первый шли там какие-то построения сделали коллеги вас слышно игрок должен играть правильно защитной позиции вместе контакта защитник должен быть первый контакт должен быть грудь и нападающий должен идти как бы через защитника который правильно играл защите тогда это будет фол нападение ну и в конце мы подведем резюме это обучающий материал фиба где эти пару клипов мы посмотрим по слайдам и вживую вот теперь мы берем принцип цилиндра значит под принципом цилиндра у нас мы понимаем пространство внутри воображаемого цилиндра занимаемым игроком на площадке здесь очень важно вам я слышно коллеги на нашел слышно 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 да сейчас секунду я да хорошо что-то нажал и у меня ушел ваш sims так сейчас хорошо здесь сейчас нас видим на экране а сейчас видите презентацию не от вас едем а хорошо тогда я должен дублировать после тренировки наверно к симпатичный смотрю на хорошо видно отлично хорошо персональной сути у нас весь эти мартовские праздники игры проходят и нужно быть до форме нужно сдавать с тесты так что готовимся начну мы с вами говорим про цилиндр нам вот пространство внутри воображаемого цилиндра занимаем а игроком на полу что здесь вот то что самая левая вот этот игрок парень который до расположен примерно такая такой же принцип цилиндр и был и сейчас если вы посмотрите все всех все пять этих слайдов то вы увидите что все пять и с мечом и без меча цилиндр практически одинаковый одинаковый я расскажу когда я был это в марте месяце фиба сделала вот эти новое дополнение был только вот один левый левая диаграмма без меча защитник и все ждали и тенеры евролиге собрались они говорят если принцип цилиндра игрока с мечом афиба предложила что игрок с мечом в своем цилиндре имеет право четверной угрозы это бросок передача видение и вышагивание и все тренеры они говорят вот мы играем активную защиту и когда мы делаем ловушку если мы должны дать игроку с мячом вышагивать то соответственно ловушка не работает потому что при ловушке я могу игрока с мячом опекать близко насколько это возможно то есть я должен вплотную почти приходить ну и потом фиба показала что в этом цилиндре которые есть пожалуйста вышагивай но вышагивать из-за этого цилиндра ты ты и будет контакта это будет фол нападение фол игрока который контролирует мяч он из вышел со своего цилиндра и смотрите что он может игрок с мячом из-за своего цилиндра как нарушить правило локтем ударить своего оппонента защитника которые вы допустим в найти самая правая диаграмма до девушка опекается не форме девушку в белой форме если игрок локтем ударит своего оппонента если игрок с мячом будет выставлять ноги со своего цилиндра и ловить кнуте поделать подножку или знаете когда игрок бежит а игрок с мечом как бы выпрыгивают и отставляет зад ну как бы отпячивают чтобы словить защитника и получить этот ненужный контакт то есть вот все эти вещи и в конце фиба предложила и как бы для всех все вопросы были сняты что здесь самое важное размеры и расстояние между стопами должны различаться в зависимости от роста и размеров игрока и теперь мы говорим что что здесь видите у каждого игрока индивидуальный цилиндр все зависит от роста примерно мы берем могут посмотреть если взять вот этого защитника вот самый крайне левый в синей форме мы берем по плечам по плечам и по от коленям до которые есть все что вот руки вот он он вот эти руки которые выходят дальше это дальше из этого воображаемого цилиндра и он контактирует игроком это уже будет неправильный контакт то есть игрок не имеет права препятствовать свободному передвижению нападающему и соответственно нападающий не имеет права препятствовать своим выходом из-за своего цилиндра для защитника но вот мы с вами посмотрели еще знаете в статике все понятно но теперь представьте что есть некоторые игроки которые почему-то цилиндр важен что он должен принцип этот соблюдаться и в движении особенно допустим когда делается шаги игрок обыгрывать из-под кольца здесь часто игроки начинают смыкаться игрок выставляет бедро или нападающий начинают рукой убирать если вы видели тоже эти моменты чтобы забить мяч там с локтем есть контакт вот эти моменты они должны фиксироваться и когда у судьи есть или там преподаватели и четкое представление увидите что игрок не играет защите а просто резко идет на какую-то подстраховку смещается игрок уже нападающий находится в воздухе а тот под него заходит и имитирую что он играл защит когда я был в воздухе вместо переди меня было свободно я выпрыгивал абсолютно правильно и имел право приземлиться вот на это место игрок зашел как бы вот в то место куда я имел право приземлиться или допустим там когда игроки ставят заслон тоже выставляют или колени бедра локти руки и своего цилиндра препятствуют передвижению есть там тоже много этих вещей мы об этом поговорим есть мы были в америке и это интересно это судьи которые оценивают этих американских игроков высококлассных у них там же скорости большие техническое мастерство больше судить принципе их не очень сложно но скорости большие почему не очень сложно высококлассные мастера им принципе самое главное не мешать у нас же игрок возьмите любого игрока он и ошибается и бросает и ведет а еще половина вести не умеет мы говорим на персональном уровне а там просто очень динамичная скорость и поэтому всегда в этой динамике в этой динамике нужно микрофон выключите пожалуйста в этой динамике очень тяжело уследить вот эти легкие быстрые неправильные контакты и при заслонах бывает игрок который ставит заслон опаздывает приходит и выталкивает руками со своего цилиндра или поздно приходит отталкивают кто идет на заслон и допустим отдает из мяч из рук в руки но там многие есть варианты мы когда коснемся если будет лекция заслоны мы это все конечно же пройдем теперь мы берем определение игрока без мяча цилиндр границы цилиндра нападающего без мяча это спереди ладони игрока сзади ягодицы по бокам внешние поверхности руки ног вот вот как игрок два игрока стоят вот это вот это их цилиндр все знаете как немножко относительно потому что игроки движутся но самый главный момент посмотрите если защитник вот мы стоим игрок номер там вот синий игрок стоит да и игрок нападение прямо в него врежется а тот расставит ноги широко но врежется в грудь ноги будут иметь какое-то значение в принципе нет но кибу значение у защитника когда защитник ногой блокируют передвижение вот это важное показатель я думаю вы меня понимаете если вот этот защитник парень который стоит синей форме левая диаграмма и ему нападающий режется в грудь а ноги у него будут слегка или руки широко стоять то с руками контакта не было судьи всегда оценивают место контакта то есть куда был контакт 1 защитник правильная дал защита да он стоял неподвижно руки были широко но они не контактировали с оппонентом а контакт был непосредственно а если контакт был грудь и защитник играл правильно в это условие которое для того чтобы зафиксировать фолл нападение но мы еще к этому коснемся и клип мы это еще посмотрим давайте посмотрим с вами про цилиндр защитника сейчас защитница видите пошла на игрока руками и ногами сейчас мы еще раз увидим будет медленный повтор я сделаю посмотрите вот здесь видите желтый игрок команды нападение 22 а игрок защиты на него руками и ногами пошла вперед в ней просто в нее видите ноги уже в цилиндре и руки это игрок синей команды номер 15 вышел из своего цилиндра посмотрите полностью видите где руки находятся и ноги то есть он зашел цилиндр игрока нападение это фолл блокировки это фолл блокировки теперь мы берем с вами игрока с мячом цилиндр игрока с мячом здесь мы должны с вами посмотреть что являются границы спереди стопы согнутые колени и руки держащий мяч выше бедер посмотрите игрок видите игрок и на левой и на правой диаграмме держит мяч выше бедер и сзади ягодицы по бокам внешние поверхности локтей и рук теперь вы видим самая главная позиция что игрок должен держать мяч выше бедер и последняя диаграмма которая была в ноябре фиба прислала что может делать игрок но мы не коснемся счетом мы по-моему в этой презентации есть потому что мы вставили уже эти новые позиции теперь мы посмотрим клип ситуация будет на другом кольце игрок команды нападения будет выходить из со своего цилиндра это невысокая девочка вот а по-моему номер три вот она вот это игрок команды мба и будет рукой в трехсекундной зоне на противоположной стороне отталкивать игрока посмотрите вот игрок идет номер три рука видите противоположного на линии штрафного броска игрок номер три команды черных игрок три команды белых она ее отталкивает девочка падает и она соответственно завершает атаку это футбук вот здесь самое главное мы как бы вот в этом в этом клипе он я мы еще покажем фибовский клип что здесь вот в этом в цилиндре игрок нападения выходит со своего цилиндра вот этой рукой выставленный и от и она оттолкнула создала себе пространство для чего для атаки получила незаслуженное преимущество незаслуженное преимущество это всегда должно наказываться как персональным фолом ну или там допустим не спортивным если будет не спортивный контакт теперь мы говорим игра защиты вот мы фотографию приводим но и сразу прописан защитник не может входить цилиндр нападающего с мячом и вызывать неправильный контакт когда нападающий выполняет нормальное баскетбольное движение внутри своего цилиндра посмотрите игрок в белой форме выполняет бросок защитник здесь мы не говорим прямо что здесь фолл но видите защитник в черной форме руками входит в цилиндр нападающего видите левая рука идет уже в сторону игрока нападение и теперь часто тренеры говорят она же рук она же ногами играла правильно она же ничем его не трогала все нормально но вот эта рука она вышла из цилиндра защитника то что мы сами рисовали было диаграмма если у следующее действие контакт будет влиять на движение нападающего белой форме это будет фолл это будет неправильный контакт то есть мы говорим ты можешь правильно играть в защите ногами у тебя корпус может тело стоять неподвижно но руками я выхожу со своего цилиндра в разные стороны контактирую с оппонентом вышедшими руками из своего цилиндра это будет фоллом то же самое и про колени руки могут абсолютно правильно быть вертикально вверх до потолка а коленом я препятствую передвижению блокирую передвижение нападающего или нападающий ловит на заслон выставляет колено и блокирую руки все чисто часто бывают и нет она руками ничего не делала совершенно верно она опаздывала сыграть защите и блокировала коленом бедром тазом продвижение игрока и как нападение так и защиты и мы дальше возьмем посмотрите игра защитника руки и кисти могут быть расположены перед туловищем но не далее положение стоп и коленей при этом руки должны быть согнуты в локтях таким образом что при плече и кисти были подняты в правильной защитной стойке посмотрите игрок номер 7 играет против кран игрока нападения красного с мячом и вот это выставленная рука слегка выставленная она выставлена из своего цилиндра и препятствует продвижению игрока нападения вроде бы рукой правой ничего не делает ногами игрок белой форме играет правильно не контактируют с нападающим но вот это игра рука правая которая выставлена в сторону игрока нападения она препятствует свободного передвижению нападающим и она выходит со своего цилиндра вспоминайте как играют ногами я должен быть всегда перед нападающим перед защитником вот если руки выходят своего цилиндра и мешают передвижению оппонента это будет неправильный контакт неправильный контакт является фону вот здесь отчетливо видно что препятствует теперь мы будем разбирать что игрок нападение может делать нападающему с мячом должно быть оставлено достаточно места для нормального баскетбольного действия то что мы с вами говорили в своем цилиндре это начало видения вышагивание бросок и передачу про начало видением и бросок передачу говори про вышагивание которое вот сейчас это было сделано в марте месяце и соответственно разрешается цилиндре игроку с мячом мы представляем что игрок с мячом это мяч выше бедер но он держит его перед перед собой располагать предплечье вертикально то есть я могу держать мяч и поднимать его вверх и вниз вертикально вверх конечно локти не должны быть стороны локти как обычно у меня слегка опущены вниз я могу могу вертикально поднимать вход до потолка движение руками из стороны в сторону и ниже уровня то есть я поднимаю над головой и опускаю над бедрами и ниже уровня коленей то есть над головой провожу мяч и отпускаю на я покажу клипе покажу то есть двое вещи можно делать своем максимально подымать вверх над головой проносить и над 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 бедрами что запрещено располагать предплечье горизонтально если меня видно на видео то есть я держу мяч и мои локти параллельно смотрят на уровне груди враг горизонтально то есть это то что соответственно выходит с моего цилиндра и второе движение руками с мячом из стороны в сторону на уровне груди вот эти горизонтальные движения как бы запугивание и теперь мы сразу вспоминайте я думаю вы видели на своих соревнованиях что кто-то из игроков словил мяч и еще бывают но игроки же мы эмоциональные у вас сейчас весна еще и они начинают кто-то кому-то локтем типа ну запугать так вот если я запугиваю игрока делаю то без контакта это технический фол сразу если я беру и со всей дури в лицо ну как активы не специально это не спортивный фол не спортивный фол и даже дисквалифицирующий фол мы но я вам если вы кто-то помнит и слушал внимательно лекцию что кровь и травма не является критерием не спортивного вообще фолов и обычного фола кровь и травма не является критерием фолов критерием неправильных контактов фолов является неправильный является неправильный контакт критерием фолов является неправильный контакт вот локтем в лицо неправильный контакт чрезмерный не спортивный соответственно или не спортивный или дисквалификация то есть еще раз вертикально до потолка и над головой и над бедрами располагать предплечье горизонтально и в горизонтальной плоскости работать руками со стороны в сторону я если будет контакт за этот контакт отвечаю я теперь мы смотрим смотрите игра игра нападающего игрок с мячом абсолютно правильно и в на левой фотографии и на правой фотографии игрок с мячом правильно играет а игрок в синей форме защитник просто входит видите на левой фотографии что нога нападающего под давлением отошла от пола это не нападающий шел в этого вот в защитника а защитник двигался в сторону нападающего вошел в контакт и вторая фотография с правила на первое написано неправильная защита это левая фотография в синей форме игрок входит цилиндр а правая фотография правильное нападение то есть нападающий ничего не сделал игрок защиты вошел в цилиндр нападающего игрока и ответственный за контакт теперь мы мы посмотрим эти клипы они есть это фибовские клипы мы сделали скриншоты просто пару фотографий теперь мы говорим правильную защиту посмотрите левая фотография игрок в синей форме находится лицом перед оппонентом и он смещается смещаться можно я расскажу когда как это делается вот и видите зеленая полоса вертикальная что защитник занимает позицию перед нападающим видно отчетливо правильную позицию две ноги на площадке лицом к оппоненту без контакта занимает позицию нападающий стоит вот и контакта когда право и право и фотографии право и фотография защитник и их заняла правильную позицию защитник занял правильную позицию а игрок в белой форме видите локтем горизонтальной плоскости локтем попадает по бороде это пол в нападении мы повернемся к этому и соответственно еще клип этот посмотрим в конце презентации теперь мы возьмем немножко последней вещей то что есть в интерпретации не октябрьской а уже январской январе ведь с 1 января 21 года то есть это почти вообще свежая принцип цилиндра то что мы говорили про защиту сейчас и про нападение статике и в движении применяется ко всем игрокам независимо он защитник или нападающий и пример вспоминайте вот эти хитрые игроки которые бросают дальние броски и начинают там ерничать там расставлять ноги в сторону доигрывать ситуацию ноги в сторону ноги в шпагате откидывать головы падать кричать орать что и кто-то там трогал а во многих случаях там или был незначительный контакт или они сами в этот контакт влезали или там вообще ничего не было а один находится в воздухе это бросающий игрок выполняет трехочковый бросок выставляет свою ногу которая контактирует защитником b1 то есть я бросаю и специально как шлагбаум полу шпагате выставляю ногу чтобы словить защитника который пролетает параллельно и не касается меня интерпретация это является фолом бросающего игрока за выставленную ногу вне границ своего цилиндра и контакт защитником b1 самое важное для вас вот это очень важно потому что многие молодые тренеры или преподаватели часто спрашивают как только я выпустил мяч на бросок моя команда уже не контролирует мяч поэтому это не будет фол нападение по это будет обычный фол то есть если меня было у моих я выпустил мяч и вот так расставил разножку сделал словил и мне дали фол и моей команды четыре или пять командных фолов то соответственно мне будут пробивать два штрафных броска а если мяч у меня в руках был я сначала расставил ноги был фол а потом я выпад выпускал мяч на бросок вот здесь во время фола неправильного контакта в шпагате я контролировал мяч и это будет мяч не какой-то очки считаться не буду даже если я забью это будет считаться фол команды контролирующий мяч то есть мяч не будет считаться и мяч будет сбоку потому что фолы в нападении не пробиваются если никто не контролировал мяч это мяч это не будет фолом нападение не может быть фолом нападение при трех очков при броске при броске потому что при броске ни одна из команд не контролирует мяч все контроля нет при передаче есть если игрок один дает передачу а2 и происходит фул соответственно если команда б это фол защиты если игрок команды а это фол команды контролирующий мяч но при броске контроль заканчивается когда мяч сходит с руки мы не говорим про таймер для броска 24 секундное устройство это немножко другая история там по касанию корзины мяч должен войти или коснуться как кольца чтобы сброшен понятно да вот эти вещи то есть мы применяем сейчас я попробую запустить этот клип как-то не запущу его он другой какой-то немножечко перевернут но запущу вас этот клип где я ведь и шумно я специально остановил остановил момент посмотрите пожалуйста я думаю что меня слышно хорошо игрок номер девять синий синий выпускает мяч на дальний бросок и посмотрите защитник белый хотел пролететь пролететь нападающего и не касаться не касаться его не касаться его и в самый последний момент игрок команды нападения выставляют ноги посмотрите вот здесь отчетливо видно в шпагате теперь я уверен что каждый из вас давал физиологию физиологию в институте и биомеханику так вот дальние броски чисто по биомеханике движение ноги вперед в теории возможно но не так то есть опять как шагово а вот раз ножка в стороны как вот здесь представлена у нас это игрок команды нападения провоцирует и ищет сам контакт защитник игрок белый абсолютно туда его и не хотите посмотрите он и не хотел его контактировать с ним он в принципе пролетал пролетал а девятый номер синих ловил это вот такая уловка самое главное что вот сейчас когда мы видим контакт происходит но мяч уже команда синих не контролирует поэтому здесь мы видим что мяч залетает в корзину да фол мы должны зафиксировать три очка мы должны засчитать потому что до после броска был фол мы должны три очка засчитать и соответственно соответственно предоставить штрафные броски если там уже есть там количество командных фолов там больше четырех или выбрасывание за боковой внутри очка считаются потому что мяч был выпущен до фола и это фол не в нападении не в нападении потому что в момент фола вот я вам покажу еще раз момент фола мяч уже вышел с руки мяч уже не был с рукой на руке бросающего игрока вот вот мяч в воздухе и внизу не контакт контакт с ногой вот такие моменты часто встречаются а сейчас еще больше и поэтому вот принцип цилиндра и придать типа предоставила специально если я если вы внимательно меня слушали когда у нас было лекция по истории и по эволюцию правил самом начале количество фолов было у нападения то есть ну там сто лет назад когда только баскетбол зарождался нападающие ломились под кольцо совершали там фолы защита практически было пассивно потом 50 60 80 года количество фолов увеличилась в разы защитников защитника и теперь если мы видим количество фолов нападений не такое большое как у защиты но сейчас игрок нападения инициирует сам заставляет инициирует контакт хочет провоцируя защитника и соответственно пытается обмануть обмануть судью имитируя фолы на себе что как будто на нем совершила фол защита и поэтому вот здесь есть четкие блоки для принципов цилиндра игрока с мячом нападение игрока без мяча нападение и защитник вот и теперь мы приходим к на одной из два важнейших многие даже вот спортивные школы когда мы об этом говорим они как этому моменту очень почему-то относятся ну так они слушают да смотрят клипы оценивают но почему-то живут немножечко какими-то другими определениями то есть термины есть определение почему-то другое часто подменяя пытается сыграть защите от игры защите правильной защитной стойки ведь я даже немножечко вставил английской терминологии знаю что кто-то из вас может ее любить не любить а кто-то на ней разговаривает у нас язык один русский я сам из белоруссии но русский язык считаю родным вот и он может все объяснить но для того чтобы четко понимать общаться на одном языке баскетбола мы должны понимать терминологию терминология международная и она как бы выдается на английском языке lgp это legal garden позиция то есть это правильная legal правильная гарден то защитная защитная позиция и теперь то есть но мы увидели этот термин и допустим судей я такую аббревиатуру читают сразу и и быстрее как бы писать вот и описать момент очень любом случае мы этим моментами пользуемся я думаю что ничего сложного не будет и участв учебники которые мы делаем мы большой блок даем словарь терминов то есть что такое заслон вот и определение там пробежка там общем все вот эти термины аббревиатура сокращенная и уже расшифровка правильная защитная позиция защитник занимает правильное положение при опеке когда находится лицом к оппоненту и обе ноги на площадке то есть если защитник не находится перед своим оппонентом лицом и ноги не на площадке а он пытается догнать пристроиться подстроиться или пытается играть это неправильная защитная позиция неправильная защитная позиция то есть вот вы возьмите все учебники которые яхонтова портного последних всех наших которые есть высших учебных заведениях обучение советские все учебники ничего в этом не поменялось лицом к сопернику две ноги на площадке а когда игрок с и защитник хочет играть правильно защитной позиции он вообще должен занимать позицию без контакта правильную позицию без контакта правильно защитная позиция опеки игрока с мячом вот мы приходим при опеке игрока с мячом который контролирует держит и ведет мяч факторы время и расстояние учитываются что значит что защитник может как можно быстрее должен быть готов нападающий мячом остановиться изменить направление даже если необходимо сделать за долю секунды то защитник может как можно быстро правильно играть с ним защитник вот очень важно должен занять правильную позицию то есть две ноги на площадке лицом к оппоненту при опеке игрока с мячом не вызывая контакт занятия своей позиции а теперь вспоминайте как игроки которые пытаются догнать кого-то к подстраховать кого-то убегают куда-то подстраховывают нападающие на кольцо какой-то контакт происходит судья дает фол нападение защита ни одной секунды не играла в правильной защитной позиции игрок убегает быстро отрыв чтобы его догнать сыграть защите я должен впереди него быть двумя ногами на площадке без контакта не вызывая контакта занятия своей позиции представляете как это должно быть правильно и вот эти фундаментальные вещи они должны быть первое мы не смотрим что делает чаще всего сейчас полы совершают защитники нападающие могут инициировать процент увеличился фолов нападений но в основном 90 95 процентов совершают защита потому что неправильно играют защите а мы куда смотрим на мяч мы смотрим на нападение потому что нам красиво баскетбол нравится вся в баскетболе игра происходит без мяча 10 игроков играют на площадке мяч один возле мяча всегда один максимум два защиты 70 процентов игры заслоны задержки захват и неправильная игра руками происходит без мяча поэтому баскетбол это игра без мяча мы всегда делаем какую-то изоляцию какую-то комбинацию да мы смотрим где мяч но 8 тренеры в основном они и а тем более судей они всегда оценивают игру без мяча потому что все проблемы происходят там где нет мяча говорим по самой игре когда защитник занят правильное положение он может двигаться чтобы опекать соперника но не может выставлять руки и ноги чтобы помешать игроку который ведет мяч обойти себя занят правильное положение он может смещаться чтобы опекать соперника но не может выставлять руки или ноги колени чтобы помешать игроку который ведет мяч обойти себя защитник может оставаться неподвижным выпрыгать вертикально вверх двигаться из стороны в сторону или назад то есть я занял правильную позицию могу двигаться вправо влево и назад но одна или обе ноги могут быть на мгновение отторваны от пола при условии что движение происходит в сторону или назад но не вперед но не по направлению к игроку то есть еще раз игрок с мячом я могу как можно ближе к нему подойти без контакта лицом две ноги на площадке играть в своем цилиндре прыгать вертикально вверх двигаться из стороны и в сторону играть защите но не двигаться по направлению игроку с мячом руками если я вышел иду руками на него и происходит контакт я за него отвечаю я за него отвечаю я правильно играю в защите когда я всегда нахожусь нахожусь перед нападающим смещаюсь вправо влево или назад мое движение по направлению к игроку с мячом всегда будет являться неправильным если я буду контактировать двигаясь на игрока с мячом контактировать если контакт происходит с туловищем то есть я играю правильно то защитник рассматривается как оказавшись на месте контакта первым то есть я играю правильно и контакт не в грудь значит я правильно играл в защите это контакт грудь и соответственно это будет фол нападение заняв правильное положение при опеке защитник может повернуться внутри своего цилиндра чтобы избежать травмы если я занял правильную позицию и на меня летит это дура там 100 килограммовый игрок я понимаю сейчас колени будут в области лица я могу развернуться чтобы избежать травмы но я не могу я вижу что игрок на меня идет я стоял правильно потом развернулся спиной и встречаю игрока спиной нет так делать нельзя это блокировка в любой из вышеуказанных ситуаций контакт должен считаться что вызваны игроком с мячом то есть еще раз если я правильно играл защите две ноги на площадке лицом компонент контакт происходит грудь это всегда фол нападение правильно позиции я могу смещаться вправо или влево назад выпрыгивать вертикально вверх и это будет все правильно если я двигаюсь на игрока с мячом голову опускаю и руками лезут туда рогами это будет все связано с блокировкой или задержкой это будет фол защитнику правильно играть защиту сопровождаю его в своем цилиндре я могу руки расставлять широко но если нападающий хочет меня обойти я должен руки вернуть свой цилиндр и теперь все что игрок догоняет или подстраивается это не является правильной защитной позиции теперь мы посмотрим клип про цилиндр нападающего посмотреть сейчас будет штрафные броски красный выполнять а потом белые будут новую атаку и посмотрите как нападающий выставляет свои годится познаете пожалуйста вот если я сделал стоп-кадр стоп-кадр игрок в красной белой форме это игрок нападение задницу грубо говоря ягодицы выставил их и ловит игрока защиты но в красной форме это фол команды контролирующий мяч это фол нападение вот еще раз я запущу это фол нападение то есть все нормально здесь было вот и игрок нападающий специально выставляет ягодицы своего цилиндра и ловит защитник теперь мы давайте посмотрим вот игрока номер 34 или в черной форме в черной форме сразу же я я как бы не буду у вас тестировать или спрашивать он вот на полукруге вот этой полукруге под кольцом где курсором навожу посмотрите на его колени как он будет играть посмотрите вот его нога вот игрок тысяч четыре черной форме он защитник изогнулся посмотрите его нога она полностью вышла из своего цилиндра вот его нога и игрок в белой форме блокируется с этой ногой свободное его перемещение это будет являться фол блокировка фол блокировка вот мы видим да это фол блокировка то есть посмотрите как ты 4 стоит так как циркуль то есть он вышел со своего цилиндра и игрок в белой форме блокируется свободное его перемещение теперь мы давайте посмотрим здесь про фол нападение тоже интересный момент момент сложный уже был он вот я здесь просто посмотрите пожалуйста я сделал стоп кадр и вам просто чтобы вы не гадали у нас было очень много споров и у нас молодые ребята как бы не не понимают не то что не понимают просто нужно было для того чтобы люди разговаривали на одном языке это как и в жизни как и в жизни нужно дать каждому термину одно односложное определение и чтобы она была понятно всем тогда не будет никаких споров посмотрите защитник белый на он пытается сыграть защите я уверен что для многих тренеров сейчас сейчас это смотрит они скажут да он он играет защите открываем книжку правил статья номер 33 правильная защитная позиция да и что мы говорим как как игрок проиграет правильной защитной позиции как у него ноги должны быть на площадке рассматриваться статья в статьях контакты это все прописано игрок белый должен находиться лицом к своему оппонент две ноги должны быть на площадке перед ним а здесь мы ведь игрок догоняет догоняет смотрите встречает плечом плечом и происходит контакт вот здесь игрок в белой форме ни одной секунды не играл защитной стойки посмотрите вот здесь вот здесь он смещается пытается вот здесь это уже не игра в защите посмотрите у него левое бедро идет на игрока нападение здесь он вообще разворачивается в полуоборота он не встречает игрока две ноги на площадке и контакт происходит грудь вот и он блокирует левым боком игрока нападение он встречает его боком посмотрите плечом а это путь у нападающего свободен на пути появляется защитник если кто-то считает что это фол нападение он ошибается как и тот судья который принимает ведь он отваливается защитник потому что он построился под этот контакт а куда нападающим удиваться он идет на том пути и на этом пути появляется защитник который не доли секунды не играл правильно защитной позиции правильная защитная позиция две ноги на площадке лицом к своему оппоненту смещаться могу назад или в сторону но никак не вперед он он изначально фундаментальное правило не за он не играл защите ни одной секунды а судья принял решение что в нападении почему очень простое мы к этому тоже вернемся у нас будет лекция по механике и по судейской техники судья был движений а теперь вспоминайте как лучше фотографировать в движении или в статике где смазывается картинка картинка всегда смазывается когда аппарат движется поэтому судья должен принимая это решение должен быть всегда в большинстве случаев статище вот мы с вами прошли какие-то вещи связанные с правильной защитной позиции но у нас мы продолжаем дальше все это также связано с принципом цилиндра и мы рассматриваем следующий блок неправильная игра руками вспоминайте вот эти комаринные укусы то есть я играю в защите и постоянно придерживаю своего оппонента с мечом или без меча у меня всегда вопрос какой резон игроку защиты касаться игрока нападение ты меня видишь в принципе допускается контроль если защитник стоит впереди нападающего контроль знать где стоит нападающий не держать его а просто чувствовать что он здесь есть допускается касание если защитник руками затрудняет передвижение оппонента постоянно последовательно касается с целью вывести раз из равновесия кладет две руки на соперника находящийся в движении это незаслуженное преимущество из-за незаконного ограничения свободы перемещения и фол должен быть зафиксирован если игрок защиты коснулся игрока нападение но это не повлияло на передвижение это не является фолом коснулся касание не проблема последовательное касание игрока защиты игрока нападения приводит может привести к неправильному контакту если кто-то у нас здесь и судьи слушает самый лучший совет превентивное судейство я всегда кричу руки номер 14 номер 15 тайм-аут или там а вот подхожу говорю ты играешь руками не держи убери руки или все равно как бы во время игры еще раз напоминаю для чего лучше сказать чем зафиксировать фол фолта всегда конфликт то есть последовательное касание игрока защиты игрока нападения приводит неправильному контакту нет резона по правилам держать игрока а тем более допустим двумя руками кладет две руки на соперника находящимся движение игрок начинает передвигаться я две руки для чего я всегда страхую свою дистанцию я всегда нахожусь перед своим оппонентом но я выхожу со своего цилиндра и держу своего оппонента руками давайте посмотрим клип здесь я сразу прокомментирую а потом посмотрите игрок с мячом а игрок на защиты будет красный есть такое но все слышали принцип преимущество не преимущество то есть когда любой контакт приводит в одну команду ситуацию не преимущество это будет неправильный контакт раньше был такой хороший термин который взяли из америки потом из нс и из нб и а потом они обратно отказались связи с каким-то конфликтом интересов но термин был очень хороший я думал что все знают барбекю да есть барбекю все хорошие там час весна мясо свежее хорошо под баскетбол идет американский термин и разбегу разбегу это ритм ритм скорость спит баланс 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 и квитнес быстрота разбегу если движение защитника влияет на ритм скорость баланс теряется баланс или уменьшается быстрота соответственно этот контакт должен быть как неправильно посмотрите игра куда этот игрок который в лосиных черных защитник красной форме атакует белого и движение игрока белого замедляются за не не сильно но замедляются это является фалу является фалу то же самое здесь посмотреть мы вот вот здесь будет ситуация вверху на топе на трех очковой линии вот сейчас игрок держит руками а вторая а белая теряет баланс посмотрите видите белая теряет баланс это является фалу это является фалу теперь мы посмотрим какие вещи вот три контакта были и судя не фиксируют из трех контактов два нужно было фиксировать то есть но все делают ошибки как бы если соответственно судит вот посмотрите в час наверху раз контакт два контакта три контакта но в теории он незначительный сейчас секунду раз контакт видите игрок в белой форме белой форме вот это первый контакт второй контакт но в теории он незначительный его можно как бы он не повлиял на 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 вещи можно как бы не фиксировать и третий контакт визе вот здесь и руки пошли игрок полностью задерживается и вот здесь по процент фиксировать full сто процентов какой-то из этих контактов влияет на движение запи а это нападающим две руки на мяч вот и вот на это нужно смотреть одна из больших причин могу вам сказать почему происходит так судьи как и все участники игры зрители тренеры игроки смотрят на мяч много и в этом не является проблема вот здесь и будет незначительный контакт я один раз покажу вот здесь вот возле скамейки команды и абсолютно ненужный свисток но он всегда бывает я могу сказать чтобы ноги там бывают ликуют что там судей там ошибки не ошибки или какие-то вещи проговаривают американцы посчитали это эндейского венге и там есть хорошая система не то что оценок а анализа то есть они не ищут ошибки они и ищут путь их уменьшить вот это самое большое чем мы немножко теряем свое преимущество то есть ошибки фиксировать ну довольно просто а найти причину и путь из них анализ используя индивидуальные особенности судей или конкретных людей вот это самое важное все же люди индивидуально разные и игрок у одного тренера заиграл а у второго он даже и не поднимется со скамейки поэтому 90 процентов правильных решений является оценка отлично самое важное критерий у судьи ну или как называется такая удача чтобы не было вот этих ошибочных решений нас в самом конце игры то есть вот это да там должно быть максимально стерильно смотрим следующий клип все контакт и контакт помните раздыхю видите было какое-то касание какой-то коса вот здесь мать вот я остановил легкое какое-то незначительное коса и судьи фиксируют о full судьи фиксируют фу вот это желательно как бы такие свистки они могут быть но они абсолютно не влияют вот эти незначительные контакты их нужно как бы убирать они мешают игре я думаю что вы с этим тоже сталкивались видели но больше вы сталкивались с тем что есть реальный контакт и его не фиксируют все видят а его не фиксируют и могу сказать что особенно в конце игры бывают моменты с аутами очевидные фалы но у меня вот есть большая работа когда стаса защищал у меня был блок такой физиология и даже психофизиология то есть в соми поле зрения уменьшается в десять раз становится мертвые зоны становится больше и сколько бы вы не кричали на судью судить лучше он не будет вы только можете сбить его и если он еще психологически неустойчив и не уверен вообще поломаете даже то что вы имеете и можете и часто с игры проигрывать из-за своего как бы вот этих эмоционального крик но иногда бывает выигрываете тоже будете кричать другую сторону могут свистеть теперь мы берем блокировка столкновения теперь возьмем что такое блокировка это неправильный персональный контакт который препятствует передвижению соперника с мячом или без мяча то есть блокировка может делать игрок и нападение и соответственно защитник столкновение это неправильный персональный контакт игрока с мячом или без мяча толчком или движением в туловище соперника то есть игрок нападения сталкивается и получает фолл столкновение проблокировку проблокировку посмотрите пожалуйста посмотрите пожалуйста игрок в белой форме я сделал стоп-кадр и игрок с мячом посмотрите как игрок в белой форме защитник играет коленями видите у нее ноги расставлены широко и она блокирует твоего опыта она идет кто-то думаю что это фолл нападение посмотрите движение игрока номер 7 белого она не находится перед нападающим она идет в него и расставляет ноги контакт с коленом это фолл блокирует теперь мы про фолл нападение поговорим клип фолл нападение посмотрите здесь на видео я делаю стоп-кадр у у нас защитник красный посмотрите стоит две ноги на площадке пенят нападающим игрок с мячом у защитника фактор время и расстояние не учитывается то есть защитник имеет право занять на насколько он считает близкую позицию видите он занимает возле нападающего с мячом достаточную позицию достаточную позицию вот здесь я вижу здесь здесь контакт происходит в грудь защитник вместе контакта первым нападающий игрок белой форме проходит сквозь защитника идет по его пути где он стоял и это является фолл нападение партий еще раз повтор полностью это пол а под пол нападение теперь блокировка при заслоне заслоны всегда у нас ставят игроки нападение игрок который пытается поставить заслон совершает пол блокировки если контакт происходит тот момент когда он находится в движении а его соперник неподвижно или отступает от него можно выставлять руки и локти вне цилиндра но и должны быть возвращены внутрь цилиндра когда соперник пытается обойти если руки или локти находится вне цилиндра вот так как ковшом играют этот контакт является блокировкой или задержкой смотрите игрок высокий игрок высокий центровой выставляет видите ноги ноги из своего цилиндра посмотрите вот он подходит широко выставляет ловит игрока ноги вне цилиндра у этого высокого игрока высокого без мяча и видите вот здесь 31 черный игрок высокий черной форме блокирует передвижение защитника чем блокирует выставлены из своего цилиндра ногой то что мы видим нашу кадр неправильный теперь мы еще раз подытоживая вот этот полы нападение то что было вот это помните до этого видеоклип мы должны точно прописать четыре условия аспекта для фала в нападении защитник должен первый находиться в месте контакта точке контакта видите пи о с это поинтов контакт точка контакта то есть защитник должен быть вместе первым в месте контакта первым правильная защитная позиция вспоминаете правильное две ноги на площадке лицом к оппоненту контакт происходит в торс в грудь туловище и нападающей движется через защитник то есть через меня я защитник месте контакта 1 2 ноги на площадке лицом к оппоненту контакт в грудь и нападающий проходит через меня иногда я думаю что отвечу на вопросы защитник я и могу как бы увеличить контакт задача помните как в школе из точки а в точку б вспоминайте откуда нападающий оттолкнулся если он не прошел через меня остановился это может быть даже не фол а просто моя имитация но если он оттолкнулся прошел через меня и через проекцию ног вот где мои ступни стоят зашел как бы между ног там или перешагнул то ясно что его нацеленность было идти через меня и поэтому даже если я доигрываю имитирую фол нападение есть я виновник на игрок нападение он прошел сквозь игрока где тот стоял и потом доигрывал давайте посмотрим проблема у нас вот здесь вот здесь я я сейчас выделю вот здесь у нас проблема и теперь соответственно мы смотрим посмотрите нападающий как вы видите выталкивает нападающий выталкивает видите это фол нападений это фол в нападении То же самое, сейчас посмотрим здесь. Защитник находился перед нападающим, посмотрите, перед нападающим, ух ты, сейчас. Ой, сейчас что-то у нас отлетело, сейчас, секундочку, извините. Коллеги, меня слышно? Слышно. Немножко что-то подвисло, сейчас, секундочку. Ну, сейчас пока подвисло, сейчас клип. Главное, что игрок номер 7 в белой форме, то, что мы видим, он играет правильной защитной позиции, устанавливает. А игрок нападения, нападение, просто локтем его выталкивает. Так, что-то, сейчас, секундочку, перезапустим. Ну, мы вернем сейчас все равно к этому клипу, чтобы вы просто увидели, увидели этот момент. Так, сейчас я возьму эту презентацию, вернемся мы к этому клипу. Меня слышно, видно? Коллеги, слышно? Да, да, хорошо, 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 смотрим, смотрим. Видите, защитник занял правильную позицию, правильную позицию. Видите, он играет перед ним. Он касается, касается, видите, правой рукой, но это касание незначительное. Мы теперь видим, что игрок нападения... Игрок нападения просто выталкивает игрока защиты. Это фолл в нападении. Теперь мы смотрим фолл нападения под кольцом. Игрок в красной форме, занимает правильную позицию. Вот здесь я выделил, да, идет на кольцо. Сделаю стоп-кадры. Контакт происходит. Игрок его белый просто вываливает. И игрок красный падает. Это фолл в нападении. Фолл в нападении. Теперь мы с вами немножечко резюмируем. Самое главное, что фолл защитника, цилиндр защитника и цилиндр нападающего. Видите, у нас все, что сегодня было по теме, это связано с принципом цилиндра. И мы про защиту, про нападение. Иногда вам с одного ракурса кажется, что это так правильно, да, что ничего нет. А с другого будет совсем по-другому. Здесь камеры нет в полон. Понимаете, как здесь происходит? Сделом касается игрок. Сделом касается игрок. Из камеры фронтальной мы видим, что игрок руками все чисто. А корпусом, грудью девочка просто влетает в игрока. И теперь мы видим, смотрите, защитник изначально, игрок синий, игрок синий, не занимает правильную защитную позицию. Видите, она догоняет, но не занимает, не перед нападающим находится. Когда нападающий выполняет нормальное баскетбольное действие на три цилиндра, нападающий идет на корзину. Защитник входит, видите, в цилиндр нападающего и вызывает неправильный контакт. Видите, руки, вы часто, часто тренер говорит, посмотрите, она руками все чисто сделала. Но телом своим просто вынесла игрока нападение. В него влетела. И вызывает неправильный контакт. И для, помните, точка А, точка Б. Вспоминайте, откуда игрок выпрыгнул синий и куда приземлился. Обратите внимание на место приземления. То есть, если я вылетел с точки А в точку Б, скорее всего, я летел куда-то. И я, если был какой-то контакт, то я вошел в этот контакт, потому что я перелетал с одной позиции на другую. Вероятность того, что я виновник контакта, высока. И вот, собирая всю информацию, точка контакта, грудь, место отталкивания, метр от места приземления. Контакт был, я не играл в защите. Вероятность того, что защитник играл неправильно, высока. Больше 90%. Теперь мы берем цилиндр нападающего. Цилиндр нападающего. Тоже запускаю клип. Игрок получает мяч белая. Синяя правильно играет в защите. Нападающего ее локтем выталкивает. Смотрите. Защитница занимает номер 6 синяя правильную позицию. Контакт локтем в грудь. Фолл в нападении. Фолл в нападении. И мы резюмируем. Первоначально нападающий выполняет нормальное баскетбольное действие в своем цилиндре. Когда защитник занимает правильную защитную позицию. Затем нападающий вызывает неправильный контакт. Выставляет руку за пределы своего цилиндра. Посмотрите. Правая рука выходит. За пределы она выталкивает. И потом совершает неправильный контакт. Хорошо. Давайте я теперь хотел вам еще показать пару клипов. То, что есть у нас фибовских. Вот. И я запущу это по цилиндр защитника. Это определение. И мы теперь, видите. Самое главное, статья номер 33. Контакты. Принцип защитника. Ну, идут определения. Нам они в меньшей степени интересны. Они все. Мы с вами сегодня проговорили. Неправильный контакт инициирован защитником. И мы смотрим. Видите. Бородатого этого синего игрока. На нем будет вся игра. Он будет неправильно играть в защите. Вот. Вот здесь. Смотрите. Он идет в игрока. В игрока руками и ногами. Руками и ногами. Он первый инициатор контакта. Теперь смотрим пояснение и полностью клип смотрим. В замедленном действии. Вот здесь. Видите. Семидесятый. Синий. Вертикаль переходит. Посмотрите. Оп. Здесь. Защитник неправильной защитной позиции. Неправильный контакт. Персональный фол. Видите. Руки пошли. Пошли уже в цилиндр. Рука. Рука защитника пошла в цилиндр нападающего. Мы не рассматриваем то, что там было до получения мяча. У нас здесь главные вот эти позиции. Раз. Вот. Это уже фолы. То есть уже фол уже произошел. Фол уже произошел. Так. Теперь я хочу еще показать клип. Сейчас я секундочку его. Так. У меня слышно, коллеги? Клип виден? Клип не видно. Вас слышно. А первый клип видели? Да. Да, да. Хорошо. Сейчас секунду. Первый видели. Да, хорошо. Сейчас это, да. Я его запущу. Сейчас видно, нет? Клип. Компьютерный стол. Сейчас ваш список клипов видно. А, сейчас хорошо. Хорошо. Сейчас мы его достанем. А, сейчас видно? Да, начинается. Ага, хорошо. Да, оттапка, да. Да, хорошо. Теперь мы говорим про неправильные контакты, которые инициированы игроки нападения. Неправильный контакт игрока нападения. Нападение. Вот видите, там белый игрок нападения. То, что мы с вами клип этот смотрели в презентации. В презентации. Игрок получает мяч, посмотрите. Черный игрок в черной форме занимает правильную позицию. И игрок локтем нападения в горизонтальной плоскости. То, что мы с вами говорили. Видите, игрок занимает правильную позицию без контакта. Видите, лицом к оппоненту. Игрок его локтем в горизонтальной плоскости на уровне груди контактирует с лицом. Мы не говорим какой-то фолл. Фолл нападений, фолл неспортивный. Мы говорим защитник, правильная позиция абсолютно. Нападающий, видите, локоть. Нападающий, неправильный контакт, персональный фолл. Мы потом будем, если не спортивный рассматривать, это будет уже другая лекция. То есть, вот еще раз посмотрите. То, что я немножечко вернул. Вот. Наглядно. Игрок занимает правильную позицию. А нападающий выходит локтями со своего цилиндра, контактирует локтем в горизонтальной плоскости. Видите, зеленая полоса, это защитник, занимает правильную позицию. Две ноги на площадке, посмотрите, лицом к оппоненту. Смотрите, нападающий, контакт, контакт. Этот контакт, неправильный контакт нападения, персональный фолл. Который, соответственно, должен быть зафиксирован. Должен быть зафиксирован. Видите, защитник, правильная позиция. С другого ракурса. Игрок нападения, локоть в горизонтальной плоскости. Контакт с лицом. И самое главное, что защитник не ссувал туда голову. Он занимался, он играл в правильной защитной позиции. Правильной защитной позиции. Так, и давайте я сейчас еще то, что я хотел вам еще сказать. Ну, как бы мы сейчас, мы уже, в принципе, с вами прошли всю тему. Единственное, что я выведу на экран для резюме наши вещи, которые мы должны с вами просто проговорить. Что мы с вами сегодня сделали. Вот. Для того, чтобы было у нас так. Ага, вот. Вот. И... Так, смотрите. Мы сегодня с вами определили, что такое принцип цилиндра. Он у каждого игрока индивидуальный. От размеров, габаритов каждого человека. От размеров и роста. Мы поговорили про игру защитника. То есть, что может защитник делать в своем цилиндре, да? Руки и ноги как у него стоят. И если они выходят со своего цилиндра, и происходит контакт, защитник ответственный за него. Игра нападающего. В своем цилиндре нападающий имеет право сделать четверную угрозу. Бросок, передача, ведение и вышагивание. Но если я выхожу с этого цилиндра, а цилиндры в принципе одинаковые, что у нападающего же у защитника. Поэтому, выставляя ягодицы, ловя защитника на бедра или на колени, игрок нападения совершает фолл. Не забудьте, что сейчас количество фолов, которые инициируют нападающие. Вот, я думаю, что все понимают. На первом шаге нападающий влетает в игрока защитника, отталкивается и бросает. И потом падает, говорит, что это фолл. То есть, очень много моментов там всяких есть. И много уловок сейчас. То же самое с имитацией. Легкий контакт, нападающий откидывает голову, расставляет ноги. Помните, широко мы этот клип показывали, имитируя, что на нем совершили фолл. Фундаментальная, самая важная, правильная защитная стойка. Все, конечно, имеет интерпретацию. Но, правильная защитная позиция, игрок, который опекает игрока с мячом, он должен занять без контакта правильную защитную позицию. Две ноги на площадке, лицом к оппоненту. Чтобы фолл был на падении, четыре условия. Я занимаю правильную защитную позицию, две ноги, лицом к оппоненту. Первым занимаю ее, два. Третье, контакт в торс, в грудь, прямо, не в плечо, не в локоть, не в колено, в торс, в грудь. И на медленно падающего пройти сквозь меня. Пройти сквозь меня. Теперь мы про неправильную игру руками. Смысл держать двумя руками. Двумя руками это близко к неправильному контакту. Последовательное касание и замедление свободы перемещения своего оппонента ведет к неправильному контакту. Но касание игрока допустимо. То есть я могу, пробегая, коснуться, это допустимо и ничего фиксировать не надо. Всегда лучшее решение превентивное судейство. Голосом. То есть судья проговаривает голосом. И, соответственно, допустимо, чтобы все было без свистка. Это самое лучшее. Блокировка столкновения тоже мы говорили. Блокировка выполняет как защитники, так и нападающие. Столкновение это фолл команды контролирующий мяч. И при заслоне. Заслон ставят у нас игроки нападения. Но многие судьи об этом не знают. Они думают, что защитники ставят заслон игроки нападения. Заслон должен стоять неподвижный. И, соответственно, если в поле зрения игрока, то можно как можно ближе поставить заслон. В не поле зрения ставится заслон. Чтобы был один шаг для того, чтобы игроку, которому ставится, он мог избежать этого заслона. А если ставится заслон движущемуся игроку, то есть защитник опекает игрока. А я хочу поставить заслон, я должен оставить минимум один шаг и не более двух шагов, чтобы игрок, которого я ставлю заслон, мог избежать столкновений. Ну вот такие, довольно такая сложная тема. Я хочу сказать, что она за раз точно не проходит. Она очень, ну как бы действительно много вещей. Мы с вами проговорили и могу сказать, что много есть вопросов, много клипов. У нас есть обучающих. Если у вас какие-то будут вопросы вот в этом плане, не стесняйтесь, пожалуйста, обращайтесь. Потому что мы очень большую ведем работу с Сергеем Александровичем по вопросу обучения и в Москве, и в России, и в области. В этом плане проблем всегда будет много, потому что разные трактовки одних и тех же терминов. И вот для того, чтобы было меньше вот этих всяких иносказаний, мы вот как бы с вами вместе не работаем. Мы как бы сотрудничаем, чтобы прийти к одному знаменателю. И число в знаменателе должно быть как можно меньше. Тогда будет одно понятное определение. Одно. И одно сложное. Вот это очень важно. Уважаемые коллеги, ну вот я как бы даже вышел из своего времени. Ну как бы думаю, что могу говорить на эту тему очень долго. Проблема большая. И мы в любом случае к ней будем возвращаться. Может быть какие-то будут у вас вопросы, клипы. Сейчас готов вам ответить на ваши вопросы. Если есть у вас ко мне вопросы, пожалуйста. 97 человек, вопросов нет. Ну как бы... Все понятно. Спасибо. Да, хорошо. Доходчиво. Да, самое главное, знаете, я... Вот мне самая большая оценка, когда говорите, что доходчиво. То есть я вот везде пытаюсь, ну как сказать, на рабочий крестьянском языке хорошие, нормальные вот эти термины разъяснить. Чтобы это было, ну как бы разложить и потом обратно собрать. Иногда не получается. Иногда бывает... Ну самое главное, чтобы вы понимали, больше всего руганий среди специалистов. Вот они начинают вот из себя делать... А те, которые хотят что-то слепить, они прислушиваются, могут о чем-то подискутировать. И руганий встречается очень мало. То есть, ну здравый смысл. Поэтому всегда, когда есть здравый смысл, тогда и получается, ну такой общий какой-то продукт. Вот я бы хотел, чтобы вот наш продукт баскетбол, и вот мы сейчас делаем этот большой учебник в разделе... Ну то есть, его такого учебника не было. То есть, был учебник, есть учебник по баскетболу, а вот учебник по всему судейству, по секретарской работе, дикторской работе, статистической работе, по судейской работе, двойной механики, тройной механики, что-то информативное такое, история судейства, история баскетбола. Такого не было. Вот мы как бы сейчас... Он был какими-то кусками, какими-то пособиями металлическими. мы сейчас пытаемся это сделать ну я думаю что вот как бы и в потом нести в массы вот такие такие вот вещи я думаю что это будет всегда полезно и спасибо от мари николай не что такая есть площадка ведь это уже у вас у нас здесь 100 человек а там еще было человек 50 у нас то есть но это довольно большое то то же самое мы как бы работаем все белоруссия как сам родом из минска ночью тоже они хотят у них не всегда получается в большом этом объеме но в общем всегда спрашивают и учатся вот вирус сергей саныч на связь вышел вот я хочу коллеги вместо вопросов нет вам пожелать ну крепкого здоровья во-первых всех с 8 марта тяжелые дни отбился вот но приятные праздники были вот сейчас начинается рабочие будни если какие-то вопросы будут вы координаты знаете всегда мы на связи следующие как бы лекции я думаю что у нас по плану все так также во вторник будет то же самое время вот если вопросов нет я передаю слово сергей санычу вам всем всего самого наилучшего спасибо большое спасибо до свидания спасибо огромное коллеги мы традиционно с вами 5 5-6 минут перерыв я думаю что нужно всем вздохнуть там попить водички и через пять минут мы продолжаем продолжаем лекцию спасибо федор борисович на связи теги снать федор борисович на связи с теги с теги сантью 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 санть Продолжение следует... 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 вот хочу показать 22 видео где где можно говорить про про цилиндр и где виноват порой порой даже тот кто получает получает там достаточно серьезная поскольку мы с федором борисовичем все-таки действующие судьи не просто теоретики дата у нас всегда есть какой-то материал который вот недавно совсем произошел и мы на нем тоже будем строить потому что многие ситуации уникальны и вот ситуация касающейся цилиндра под кольцом стоит судья до под кольцом столкновение будет у игрока желтых с игроком синих не понятно что говорить извините а да сейчас я буду останавливать и так федор борисович говорил о том что показатель вернее наличие травмы или наличие каких-то там еще входящих факторов до таких эмоциональных прямо скажем это не показатель того что кто виноват и вот это пример того как 8 8 синих сам ответственен за контакт вошел в цилиндр желтому и собственно говоря несмотря на то что он получил травму он оказывается полом игрок игрок желтых ловит мяч находится в своем цилиндре да то есть руки у него ноги все у него скажем так его в его цилиндр игрок номер восемь вытянул касается во-первых входит цилиндр касается руки и дальше прыгает в том числе и локоть до попадает там цилиндр цилиндр желтого и дальше уже желтый находится в своем цилиндре и дальше вот какой-то контакт цилиндр желтый желтый то есть пока шел звук да и повторю что виновником столкновения здесь является игрок синих он выпрыгнул и создал первый неправильный контакт следующий следующий эпизод тоже как в дополнение насколько сложно бывает определить и федор борисов говорил об этом что порой среди специалистов самые большие самые жаркие дискуссии разгораются кто же кто же виноват но здесь здесь не буду несколько раз повторять тут самом клипе уже повторение есть речь идет об игроке с мячом сразу после повтора по подбора и речь идет об игроке который вот сейчас руки вскину не очень хорошее качество то есть детали нет но это вполне достаточно этого видео чтобы понять насколько сложный в общем-то момент для определения кто же виновник кто в чей цилиндр вошел вот смотрите игрок подбирает мяч черный двигается игрок оранжевых игрок черных приземляется вроде бы ровно но дальше видите происходит контакт 17 черных разворачивается с локтем и попадает вот где-то контакт происходит рука в руку кто виновник вот тут для судей достаточно сложным мгновенно за долю секунды определить кто может быть виновником еще раз видите отмашка и оранжевый не идеально и у мало то что двигается вперед и и разумеется и 17 тоже не идеально двигается но вот суде в этой ситуации тогда определили что виноват виноват все-таки игрок черных за за вот эту отмашку использование использование локтя так ну начнем традиционно традиционно начинаем с сейчас секунду тоже не вижу не вижу открытой презентации попробуем исправить вот заслоны видно до демонстрации экрана заслоны значит заслоны сразу мы будем всегда переходить на детей да как их обучать может какие-то новые вещи какие-то нюансы вы от меня услышите сразу хочу сказать что очень полезно и прошлый раз я говорил в этот очень полезно показать детям как это происходит как заслоны ставят ими самими то есть у нас есть с вами телефоны у всех есть камеры и иногда это прям нужно показать вот посмотри ты должен стоять на самом деле ты двигаешься буквально сегодня мы разговаривали на на совещании и один из примеров когда вот тренер спортивной школы там олимпийской деревне 80 он говорил о том что я своему игроку показываю вот посмотри он вечно недовольны вот мне дают фолы в нападении я ничего такого не делаю а он выбегает толкает игрока руками то есть прямо выставляет руки создает контакт и для судьи это сигнал выставленные руки толчок что это неправильный заслон то ли то ли это неправильный контакт то ли это из-за того что он боится этого контакта потому что игрок маленький и ему нужно обязательно выставить смягчить контакт выставить руки то ли он потому что не чувствую да поэтому нужно конечно ориентироваться том числе для детей на видео да тогда они наглядно понимают кто-то со слов понимает как и все люди кто-то может быть на видео ему проще заслоны важный элемент взаимодействия в маленьком возрасте наверное такого нету но вот среднем уже обязательно он используется двоечки троечки да там стенка кто-то их называет иногда пользуется да там заслон отвернулся пикин роллы пикин попы там разные куча названий везде везде используется заслон несмотря на кажущуюся простоту в общем требует умение взаимодействия партнеров по команде это касается не только самого игрока который ставит заслон но и тот кто выходит кому ставит заслон так выходит из-под заслона защитники тоже путь должны понимать чтобы правильно использовать против них неверно поставленный заслон или как правильно его обойти этот заслон тоже должны понимать как это как он ставится да иначе непонимание этого элемента она ведет к тому что теряется какое-то преимущество даже скорость или в мощи или еще каких-то там навыках может там скорость скоростных или там перемещение в разные стороны да прежде всего нужно ориентироваться на принципы и нужно понимать чем руководствуется судья какими правилами игрок который ставит заслон должен быть первую очередь неподвижен и внутри своего цилиндра внутри своего цилиндра как мы говорили только что с федором борисовичем да не должно быть выставленных рог ног и ягодец там и так далее это в тот момент когда происходит контакт две ноги должны быть на полу это тоже критерий для суди правильный это поставлен заслон или нет нужно оставить достаточное расстояние при постановке заслона не поле если заслон ставится вне поле зрения неподвижного соперника если в случае если соперник движется по которому всегда должен должно быть расстояние и время на то чтобы изменить направление или остановиться это вот следующая фраза как раз учитывать факторы времени и расстояние в отношении соперника находящегося в движении когда происходит контакт то есть если игрок стоит на месте игрок защиты стоит на месте и ему ставят заслон в поле зрения то можно поставить как угодно близко то есть игрок стоит он видит что к нему подходит заслон скажем так игрок который стоит заслон и он может как угодно близко поставить заслон если игрок двигается или это вне поля зрения ставится заслон то должно быть обязательно учитываться фактор времени и расстояние еще раз уже как повторение до что он находиться внутри своего цилиндра не выставлять локти стопы бедра и так далее то есть каким-то образом искривляться плечи если если эти локти стопы выставлены и происходит контакт с ними то виновник тот кто выставил вышел за предел своего цилиндра может быть ситуация когда игрок ставит заслон не нам широко расставлены ноги но контакт в грудь непосредственно или у него расставлены локти но контакт грудь контакт торс то тогда он не является виновником вот если контакт выставлены частью тела тогда виноват две ноги должны быть на полу это сделано заранее этот критерий один скопил что заслон правильно если одна из но смещается если одна из над подтаскивается или выставляется наоборот дата игрок рассматривает что он поставил заслон неправильно групп который ставит заснул должен оставить достаточное расстояние не поле зрения неподвижного соперника то есть примерно что такое достаточное расстояние это примерно один нормальный шаг в сторону заслона то есть это метр может быть бойца зависит от паритов и скорости игрока то есть игрок которому ставят за должен изменить направление и или остановиться чтобы избежать контакта вот тогда этот заслон поставлен правильно то же самое если даже он не двигается дату для него должно быть время и расстояние чтобы сориентироваться если в поле зрения неподвижного соперника как я уже сказал заслон может быть как угодно их поставлен как угодно близко все достаточно просто с точки зрения с точки зрения теории учитывать фактор времени и расстояние как я уже сказал соперник должен иметь изменить избежать достаточно времени расстояние чтобы изменить изменить направление движения да то есть это обы обычно один один нормальный шаг и не и но не более двух шагов тоже зависит от скорости если игрок прям несется за своим соперником защищается то конечно может быть и два шага это не да ну достаточно да не один то есть это должно быть все таки как такое адекватное время но это на мнение мне время и расстояние это на ощущение и на понимание судьи да на его усмотрение скажем теперь дальше игрок которому правильно поставлен заслон мы говорим уже не тот кто ставит тому кому поставили ответственен за любой контакт с игроком который поставил заслон что же происходит да бывает такое что поставлен правильно заслон и игрок которому поставили бывает либо причем специально толкает но если этот контакт незначительный то есть игрок наткнулся на заслон становился ну все на этом на этом скажем под взаимодействие закончилось да и бывает такое что игрок понимает что ему поставили заслон и создает наиболее жесткое столкновение такое такое неприятное тому кому заслу поставили до цель какая для того чтобы либо из равновесия выбить либо чтоб ему больше таких заслонов не ставили дальше может быть бывает такое сейчас игроки очень часто используют вот он воткнулся в заслон и потом несколько таких толчков которые выбивают игрока заслон выбивают из равновесия тот начинает пятиться и у судьи создается полное впечатление что заслон подвижный то есть неправильный может быть другая ситуация игрок обходя заслон заслон же тоже не пассивное скажем так действие да он всегда может предшествовать по кому-то взаимодействие то есть игрок ставит заслон и после контакта он отваливается к кольцу свободное свободное пространство под кольцом или еще каким для передачи так вот для того чтобы предвидеть это защитник бывает захватывает таким крюком до захватывает тело или руки соперника игрока вот этого заслоняющего для того чтобы ему не дать возможность отвалиться к кольцу выйти спокойно спокойно на на атаку кольца после передачи да и такие случаи мы тоже периодически видим важно использовать как и в любых других ситуациях баскетболе контакт нужно использовать принцип преимущества или нет преимущества во первых отсутствие контакта при неправильном заслоне вот мы не можем с вами мы не можем с вами как судьи не может показать за неправильный заслон даже если игрок двигается который ставит заслана он двигается он неправильно выставляет локти колени мы говорили но нету контакта этот контакт на этот действие не наказывается то есть не про для пола должен быть разумеется контакт дальше может быть ситуация есть контакт и заслон неправильный но защитник по-прежнему сохранил свою позицию вообще никак не потерял ее не потерял баланс не потерял не в скорости защитную позицию сохранил значит это тоже контакт может быть проигнорирован если таких контактов много так называемый тактика мелкого фала до 1 поставил тут поставил и это разумеется защитника и себя выводит и эмоционально и физически разумеется он устает больше до должен делать перемещений когда наказывается если такие единичные какие-то незначительные контакты то это не наказывается и как я уже говорил если произошел эффективный размен то есть это не тот же самый защитник сохранил позицию свою а другой да то есть я ставлю заслон и со мной защитник и тот кому я ставлю заслон с ним защитник и мы поменялись как защитники защитники поменялись и не потеряли своей позиции с точки зрения уже командного взаимодействия до с произошла смена эффективная и никто никому нет никакого преимущества так ну и традиционно традиционно перейдем к видео видео тоже достаточно много есть актуальные которые про сегодня какой 9 2 3 дня назад есть видео ситуации есть те которые немножко немножко и больше подошли прошло время так так значит сейчас ситуация заслоном мы каждую ситуацию будем разбирать что-то повторяется что-то может быть там новым вам покажется но мы постараемся стараемся каждую разобрать иногда я говорю это может быть будет чуть скучнее чем если каждый раз новый клип новые критерии но повторение повторение как говорится она дает возможность закрепить и усвоить на уровне автомата автоматически понимать где поставлен заслон правильно где заслон поставлен неверно и что-то обратим внимание почему игрок так это делает потому что у меня есть у меня есть клипы где очевидно что игрок в одной игре может поставить пять шесть семь раз неправильный заслон но не все фиксируется поэтому уже семь раз и вот очевидно что игрок просто неправильно обучен несмотря на то что игрок очень хорошего уровня и так вот сейчас смотрим на противоположной стороне ставится заслон игрок номер шесть движется тот который там спиной движется для получения мяча видео нет нету видео сейчас хорошо что столько папки мы видим сейчас вот сейчас появилась да да так и так вбрасывание из-под кольца с лицевой линии игрок номер шесть это или пять движется для того чтобы мяч этот получить ему ставят заслон вот большой игрок в общем то любой из нас с вами скажет что ну да заслон неправильно чего тут нового да но для судьи всегда важно не просто он неправильный заслон и не просто не спортивный фолл или там ударил по рукам нет судик должны руководствоваться критерием что же делает и правильно тени во-первых он двигается до до самого момента контакта а во-вторых выходит из своего цилиндра доставляет ногу здесь на видео видно да он спотыкается спотыкается стопу неправильный контакт игрок теряет баланс фолл да то есть два основной принцип не было оставлено расстояние игрок не не в статике находится так еще и того чтобы пытался вы определите судьи есть очень простой принцип он должно как надо понимать что происходит там и смотреть важно на игрока который ставит заслон если он делает все правильно то за контакт ответственным игрок белых виноват и них ну вот вы может быть слышали уговорить комментарий комментатор уже после того как игрок показал судьям что был что действительно был неправильный заслон то есть это вот хорошо обученный понимающий игрок что сейчас будет неправильный контакт он судим немножко ненавязчиво показал что контакт произошел да то есть не пытаясь его избежать не пытаясь это не призываю вас учить чему-то неправильному но иногда для судей такая помощь бывает нужно до что игрок создает от кон следующий заслон заслон в движении тоже игрок не такое активное не так игрок на переваливается через ногу но за счет того вот видите на штрафной на штрафной линии заслон сейчас секунду начнем сначала заслон ставит на лице на штрафной линии игрок вот в зеленых кроссовках синей форме вот здесь вот игрок должен заслоняющий игрок за кастающий заслон должен был бы остановиться для того чтобы вот этот метр там метр может с чем-то оставить для изменения направления но к сожалению этого не происходит да игрок двигается фактически до момента до момента столкновения до потери разумеется в в позиции для игрока защиты игрок игрок нападения спокойно выполняет бросок вот это незаконное преимущество и оно должно быть на как это пол сейчас будет речь идти об игроке об игроке в правом углу экрана высокий игрок ставит ставит за слон иногда это не столкновение да иногда это прям несколько таких контактов мелких из-за неправильного перемещения вот смотрим вот здесь игрок должен был бы замереть может быть даже раньше да то есть его опекает свой игрок и игрок защитник защитник который опекает маленького в красной форме тоже должен был бы дон ему должны оставить достаточное расстояние но игрок 2 на 12 красных видите делает широкий шаг только что он стоял больше чем полметра левее и дальше продолжает двигаться вы представляете достаточно существенное преимущество игроку в белой форме приходится вот по такой дуге мышкой я показываю да по такой дуге обегать чтобы сохранить защитную позицию разумеется в этом случае несмотря на то что контакт мягкий такой не жесткий но за счет этого контакта происходит существенное получает игрок красных получает существенное преимущество не могла бы там атаковать за трехочковый или вот в этом случае происходит возможность отдать передать из по и хорошие такой эффективные атаки из-под кольца на никого нету перед высоким игроком фактически гарантированные гарантированные два очка но за суде одна ситуация это происходит видит хороший это вообще международная игра это же проблема та же ситуация бы час наверху на 3 очковый ставит 12 12 белых раз он поставил контакт минимальный игрок номер 9 сохранил позицию и слава богу да ты судья не зафиксировал но следующее что происходит игрок 9 красный уже точно не в нормальной защитной позиции он потерял потерял свое скажем так место защите да и игрок белых может спокойно атаковать в этом в этом и смысл чтобы судья увидел где игру как и получает преимущество тоже врат в другую сторону было атака команда красных получает 3 очка так ну куда же без актуальных без актуальных ситуаций которые игра циска цимоке кто-то может быть успел посмотреть вот падение да надо можно говорить несколько вот смотрите сейчас когда так вот ставит игрок заслон незначительный да и его судьи игнори вот здесь два игрока произошел не столкновение контакт неправильный эффективный размен то есть все сохранили свои позиции и никита курбанов опекает белого до пау дуду и игрок и другой игрок сохранил его защитную позицию то есть вот эффективный размен такие фолы конечно такой неправильный контакт со стороны дуду да они не должны такое не должно фиксироваться вроде бы незначительный контакт вроде минимальный мы сейчас увидим на повторе большой большой черный ставит заслон видим игрок игрок падает не всегда игрок сам понимает что же он сделал неправильно но вот задача судьи оценить верно этот эпизод вот сейчас на медли ничего не слышно кто-то видимо еще включил микрофон за игралка это музыку да кто-то видимо в машине включил микрофон и так сейчас смотрим на ногу на правую ногу игрока в белой форме высокого вот сейчас смотрим правая нога выходит из цилиндра мизерный контакт мысок мысок но он достаточен для того чтобы игрок номер один потерял баланс и упал хорошо что судья вот это микроскопическая но такой важно важный контакт он его увидел и правильно зафиксировал был эпизод был эпизод в котором я вам показывал что девочка высокая достаточно серьезное такое перемещение осуществляет когда пол был зафиксирован и хорошо что судья зафиксировал но это касается не только детей не только женщин но его достаточно хорошем уровне такое тоже иногда происходит сейчас соответственно в нападении в нападении у нас белые и вот игрок 22 белых сейчас будет ставить заслон вот смотрите что происходит где-то на уровне буква т между т и и б до ставится заслон и он и представляете где где судья вот его только зафиксировал на уровне буквы н норникель то есть какое какое перемещение какое существенное перемещение совершил совершил игрок белых то есть там ну очень нужно постараться игроку защита чтобы обижать такой заслон практически невозможно вот здесь вот судья поднимает руку а был только что два метра до где-то прошло перемещение невозможно опекать игрока невозможно никак защититься если не этот фол не будет зафиксирован если игрок будет ставить заслон таким образом теперь когда у нас серия серия моментов когда выставили ноги и руки и так далее и подвижный заслон на противоположной стороне от нас игрок в красной форме ставить заслон заслон неподвижный две ноги на полу но насколько широко и самое печальное что часто игроки не понимают этого действие которое они совершают я же стою на месте видим происходит контакт с коленом несмотря на то что игрок замер это пол на по и верт верно определяет блокировка же блокировки пол нападения еще одна не такая не так предыдущая была преимущество и так смотрим игрок ставит заслон успевает поставить ногу он ведь насколько хоть игрока пытается из белок белой форме обойти это заслон но разворачивает от этого минимального контакта разворачивает так что позиция потеряна разумеется это должно быть должно быть наказано такое действие неправильно ну и потеря потеря баланса да то есть это часто очень оборачивается подобный не внимание игрок смотрит за нападающим с мячом то следующий вот этот контакт может быть зафиксирован что якобы белая толкнула синего синего с мячом да видим что тут игрок синих тоже там из-за этого контакта она теряет баланс но там дальше проходит а виновником этого всего был игрок вот который уже движется в сторону кольца игрок синих прикажущейся вроде бы простоте вот этой следующей ситуации судья должен был уловить момент где находятся ноги игрока который ставит заслон ну первое что поставлено несколько заслонов и один из которых вот сейчас будет даже дважды поставлен заслон контакт минимальный раз видите выставляет ягодицу бедро игрок 7 белых но чё но игрок черной форме обходит к без контакта фактически сохраняет позицию мы не имеем права не можем зафиксировать а вот дальше левая нога не на полу левая нога движется и это тоже судья должен понять да в какой-то момент подтягивается до в сторону сторону игрока ну подтягивается в сторону цилиндра скажем так игрока 7 белых контакт потеряно потеряно защитная позиция это фолк то есть однозначно и соответственно соответственно преимущество для это для команды белых недостаточное расстояние мы уже видели что вариантом на подвижно неподвижный но вот еще один из примеров правильно осло с точки зрения с точки зрения что он в статике с точки зрения того что в своем цилиндре контакт но посмотрите задача судьи определить было ли достаточно расстояние то есть сразу масса факторов подвижный заслон или нет две ноги на полу или нет и достаточно ли расстояние и вот сейчас смотрим в тот зафиксируем стоп кадр в тот момент когда игрок в белой форме ставящий заслон окажется две ноги на полу и в статике движется 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 вот вот теперь может быть даже кадр вперед но это вполне достаточно чтобы понять что 22 до 23 синих вот его нога ее нога на одном и на одной линии с ногами игрока в белой форме то есть соответственно расстояние нету никакого вот она там кадр назад да все происходит контакт возможность избежать даже несмотря на то что скорость не очень большая у 23 синих нету никакой да и потому апелляция потом была у игрока в белой форме но я же на месте я же поставила правильно заслон не выставляла ни руки и ноги почему фол потому что недостаточно достаточно расстояние вот еще раз смотрит уже в динамике я не потому чтобы уже как вот закрепилась игрок недоволен но как мы увидим с точки зрения правил судья судья прав и контакт не очень жесткий еще один эпизод движение движение вперед вот сейчас игрок двигается двигается до подтягивает и вот даже если здесь находится расцениваю что две ноги на полу хотят нам подтягивает две ноги на полу но возможности у десятого белых сбежать контакта никакой и плюс еще движение такое руками руками навстречу навстречу игроку в белой форме разумеется такой пропускать такое нельзя и если игрок не ожидает и там где-то сбоку может быть контакт со спины то может привести к травме и такой тоже эпизод мы посмотрим с вами иногда неправильный заслон неправильное движение вот этого синего может быть и не спортивным полом и такой мы тоже так следующий да вот он как раз как раз при переходе на вот об этом на эту тему тоже 2 2 дневной давности ситуация сейчас следим за игроком синей форме семен антонов и владимир беременко вот за ними следим и потом еще раз повторю этот эпизод для того чтобы было четкое понимание что же игрок сделал может быть не специально может быть особенно подростковом возрасте в детском они не понимают что они делают им кажется они себя защищают но это может быть таким жестким неприятным контактом который приводит к травмам которые нам уж в школьном в школьной жизни совсем не нужны вот смотрим сейчас еще раз вот заслон будет ставить игрок и вот 30-ый входит вот еще раз смотрим на двух игроков и важно важно чтобы следили за игроком который ставит заслон жесткое столкновение когда игрок не ожидает там несмотря на улыбку да то он понимает что ну мог мог получить травму вот этот вот этот контакт был расценен был расценен как не спортивный фол потому что чрезмерно чрезмерно жесткий об этом будем говорить еще на об этом будем говорить что на дополнительных там дополнительно на других занятиях критерий не спортивного фола но порой заслон бывает и и вот так жестко значит выглядеть еще хочу сказать такой тоже специфика не бой не всегда вот то что мы с вами видели не всегда выглядит именно так что заслон ставится игроком разумеется без мяча игроку без мяча да то есть контакт происходит между двумя игроками без мяча бывает ситуации когда игрок так называемый хендов да то есть из рук когда передают мяч игрок с мячом делает передачу и ставит заслон или делает заслон и тут же делает передачу на это тоже судьи обращает внимание иногда это бывает выглядит как roll screen такой как заслон с поворотом и мы это увидим ну такой правда как я уже говорил такой гипертрофированный то есть она четко игрок там движется в защитника а бывает когда дает передачу без перемещения без вот этого поворота без рова а просто дает передачу и двигается и вот мы 22 эпизода мы сейчас рассмотрим так вот сигнализация хорошо итак сейчас просто передача и неправильный заслон сразу после нее тот же игрок который делает передачу вот смотрим игрок с мячом нулевой нулевой белых держит мяч и должен передать его мяч своему партнеру по команде я делаю жест имитации вот этот вот этот жест от себя до рукой от себя говорит о том что судья я расценил это как имитация но если быть очень внимательным конечно можем любой из нас может увидеть что игрок подыграл но отдает передачу и дальше вот только где-то сейчас ноги касаются пола и происходит контакт плечо то есть это неправильный заслон заслуга когда вот этот допустим он здесь остановился но игрок красных обходит его и вот для того чтобы еще задержать чтобы заставить его двигаться по большей траектории игрок белой форме нулевой отдает мяч и он делает поворот в сторону спины да то есть через делает назад на левой ноге на назад поворот назад шаг такой делает на лево ноги и тогда такой ролл поворот и тогда игрок красных вынуждены еще больше делать траекторию вынуждены и траектор увеличивать это разумеется тоже дополнительное преимущество для игрока сразу еще такой момент хочу заметить почему я с самого начала говорил о том что это взаимодействие мы пока говорим только про игрока который который ставит заслон но это взаимодействие между двумя этими игроками и одна из основных ошибок вот в этом в этом случае игрока белого который получает мяч посмотрите какое на расстоянии оставляет оставляет для того чтобы того чтобы проскочить или может быть вот этот игрок рано отдает мяч игрок который получает мяч должен был выходить ухали плотную игроку к игроку в нулевому игроку белых вот теперь они только смыкаются да когда уже когда уже игрок белых проскочил и красный с ним на одной линии вот видим судья показывает жест имитации да такой флоппинг но преимущество очевидно выполнен трех очковый бросок и теперь то о чем я говорил вот тот самый ролл тот самый тот самый заслон при повороте но такой более скажем так вот атака правом углу от нас сейчас будет эпизод игрок желтых пятый номер тоже он такой гротескный гипертрофированный такой момент бывает все значительно мягче происходит смотрите что он делает отдает передачу и ставит ставит такой делать поворот в сторону игрока даже такой толчок получается у него бывает все и как я говорил уже значительно мягче то есть игрок просто поворачивается заставляет заставляет защитника двигаться по другой траектории отдает передачу и толкает ставит вот этот самый неправильный заслон до игрок кстати немножечко подыгрывает травма пытается избежать и вместе с тем вместе с тем подыгрывает вот бывает бывать такие ситуации то есть заслоны раз значительно как-то разнообразнее чем чем нам кажется следующий следующий эпизод хочу показать вам когда игрок именно неправильно дать так сначала заслоны правильные несмотря на то что вне зоне видимости один из заслонов и контакт есть несмотря на это мы говорим о том что заслон вы выполнен правильно посмотрели видно да я так понимаю что видно клип вот как фоу нападение очень часто для судьи это тоже является таким сюрпризом подобное столкновение заставляет заставляет судью принять неправильное решение вот сейчас судья смотрит на игрока защиты смотрит на ситуацию вокруг мяча и разумеется для него определить в какой момент занял позицию красный все вот с этого момента сколько здесь расстояние но точно больше метра на метр-полтора с этого момента игрок красных может чуть-чуть да там двигается минимально позиция контакт скорее в тело но только потому что неожиданно для белого он падает расцениваться должен как правильный то есть заведомо за он был поставлен здесь я сказал да ну вот может быть вот здесь вот когда уже чуть-чуть еще смещает ногу правую если если бы контакт произошел только со стопой а тогда неправильный заслон почему потому что игрок вышел за пределы своего цилиндра тогда мы говорим про не неправильный контакт а здесь контакт в тело сожалению для судьи это сюрприз и вот он фиксирует неверно 11 синих следующий следующий клип тоже по моим слепой зоне он контакт неприятный жесткий но здесь судья правильно расценил вот смотрите игрок ставить на центральной линии заслон видеть ни на сколько не смещается и если если судья решит определить виновника столкновения если он понимает что это был чрезмерно жесткий контакт то наказать синего не за что можно наказывать только игрока белых он за это расстояние должен был понять либо увидеть либо изменить на изменить направлении смягчить это на и он здесь ответственны да потому что синий там упал синий потерял равновесие но судья оставил это без без свистка потому что было развитие атаки увидим как видим успешную здесь в этом плане судья имел право ну право ли я принять именно такое еще одна транзишене при переходе таких ситуаций происходит когда вне поля зрения ставится заслон подвижному сопернику его тоже смотрим ставят заслон заслон неподвижный это уже несколько кадров до контакт тела ну судья видев свистит жест фол в нападении хотя заслон был поставлен правильно неправильное распределение внимание важно смотреть на игрока на игрока ставящего заслон теперь интересные так сейчас секундочку важно наверно показать эпизод где игрок где игроки неправильно обучены да почему потому что у нас с вами наверно все таки даже не просто принципы понять понять что игроку на что указывать и вот характерный пример когда игрок у меня таких клипов 5 но ну и значительно и значительно может быть больше в игре потому что где-то удачные заслон где-то неудачные где-то с контактом где-то без вот смотрим смотрим на эти ситуации вот это одна игра основной герой у нас героиня игрок 2424 синих давайте начнем с самого начала и наверное три клипа я уж не буду комментировать вы сами все поймете увидите буду только указывать где этот игрок и дальше в самом конце наверно можем говорить о том что что же что же игрок делать неправильно а в принципе одно и то же одно и то же действие он делает так следующий вот он 24 раз одно одно и то же вот еще вот он игрок 24 первые два вы видели не были зафиксированы здесь вообще два эпизода в одном два эпизода когда игрок здесь вот задерживает рукой левой и здесь вот тоже такой легкий бам до движения везде одно и то же игрок в последний момент понимая что его обходит защитник либо двигается порой вот он 24 порой иногда кажется что это один и тот же клип мы показываем настолько настолько схожи действия последний момент игрок вот она ставит заслон и понимая что ее обходят она плечом игрока толкает и вот здесь вот видели мы да и сколько у нас шесть эпизодов неправильного заслона только два из них зафиксированы то есть это большое это колоссальное преимущество если после каждого заслона или хотя бы 2 не про вернее 50 процентов неправильных заслонов будет использовано верно то здесь вот мы увидели с вами 4 неверно заработанных очка но если по 2 по 2 по 2 по 2 очка каждый рассчитывает не по 3 даже то есть и когда мы говорили про обсуждали с тренером то тренер не понимает что же неправильно а когда мы показали но тут стало все достаточно понятно и насколько я знаю этому игроку тоже объяснили показали это требует потом в дальнейшем какое-то времени на обучение времени на основано понимание ситуации что происходит но это вот характерный пример когда не игрок не имеет при своем хорошем уровне достаточно фундаментальных каких-то пониманий как выполняется вот этот конкретный конкретный элемент секунду по заслонам если какие-то какие-то вопросы пока нету тогда еще один такой комментарий как я уже сказал что иногда и правильно поставленный заслон но против него неправильно играют то есть игрок когда обходит захватывает защитник захватывает и придерживает на слон двумя руками или одной рукой за этим тоже нужно следить и откровенно говоря у меня в практике был случай когда я уже после я во время игры я услышал как тренер отчитывает игрока что он плохо там выполняет какой-то элемент и я посмотрел что же игрок делает а потом оказалось что игрок не то чтобы совсем не виноват но его в какой-то момент он не мог провалиться потому что его несколько раз придержали и все атака рассыпается на хорошем уровне тренер конечно не может себе позволить использовать там две-три атаки потерять да то есть достаточно одну-две это одну-две атаки все тренер уже начинает там бить кулаком почему ты не выполняешь то что тебе говорят игрок понять не может до что его почему его придерживая это такой был на очень хорошем уровне игроки сборных там и так далее и ищу кто что я уже говорил обучайте необходимо обучать игроков во первых бывает так что игрок особенно высокий особенно в подростковом возрасте у него инстинктивно он вылавливает игрока которому он ставит заслон то есть он садится на ноги у него руки перед собой и он его вылавливает может быть иногда надо игроков поставить на прямые ноги прямому говорить не ставь на согнутых не надо высокому игроку книг маленькому он ставит маленькому игроку заслон он на его уровень опускается и начинает вылавливать либо плечами либо локтями маленькие игроки более подвижные более юрки и вот он за ним этот большой пытается локтями успеть нет заслон должен быть в статике и дальше смотреть как маленький которому ставят заслон нападающий он должен максимально близко пройти потому что если остается расстояние игрок который ставит заслон понимает что его обходят и он начинает двигаться да то есть это действие должно быть и правильный заслон в статике должен быть и заслон поставлены тому кому поставили то уходит из-под заслона так у нас с вами буквально 10 минут сейчас еще один один из нет наверное клик звук значит смотрите по сути дела у нас с вами все да по по заслонам если есть какие-то вопросы то я там готов ответить и мы с вами в прошлый раз были были заданы вопросы там какие-то видео из простой бэк говорили но вот я не увидел не увидел к сожалению клипов да кто-то клипы кто-то какие-то вопросы на почту вы присылайте для того чтобы мы то что было непонятно или если что-то вдруг как вы на предыдущем занятии кто-то сказал надо осознать если осознать если осознали и появились вопросы то сдавайте присылайте на почту почты в прошлый раз показывал все все она простая достаточно шесть буков сам рэв то есть сергей александрович михайлов и рэв как рефери то есть шесть буков всего с эй эм эр роман да евгений фёдор собака mail.ru и клипы можете присылать и вопросы текстового характера и по этой теме и и по любой другой для того чтобы мы может быть что-то перенесли перенесли на будущее да это будет более содержательно более живо так тем более что соревнования все таки на ожидаем что вот вот начнутся и ждем отмашки от департамента образования руководство города что тем более что видите какие сигналы нам посылают ослабли ослабевают карантинные меры и так далее и тому подобное так есть какие то вопросы вопросов я не вижу не слышу а тогда спасибо спасибо большое за внимание надеюсь следующий перед следующей лекции тоже какие-то будут вопросы и мы их озвучим и посмотрим месте про и про пробежку и еще про как какие-то там спасибо большое спасибо до свидания спасибо до свидания спасибо до свидания Спасибо, до свидания. Да, до свидания. Спасибо, до свидания. Всего хорошего, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.